И второй вопрос, который мы сегодня поднимаем, вопрос о трассе Москва-Санкт-Петербурга в связи с деньгами кинкенского лесопада. Наша борьба за кинкенский лес продолжается в 3 года. Сейчас мы достигли уже такого международного уровня. Точка степения достигла высокого накала. Сегодня мы собираем подпись с тем, под обращением в декабрь к Европейскому банку реконструкции развития и Европейскому инновационному банку. Дело в том, что не так давно была сделана оценка на анализ проекта трассы Москва-Санкт-Петербурга. Сделана этот анализ дочерняя структура компании Винсти. Это компания, которая, например, в сентябре вчера марта попросила нашего президента оказать политическое влияние на Европейский банк реконструкции развития и заставить вырубить 14 дубов. На самом деле, конечно, речь идет о дочерней структуре СЗКК. Естественно, этот анализ совершенно заангажированный. Он совершенно не отражает сути. И мы организовали специальную конференцию. Возглавил ее профессор Яблова, который был в сентябре с Российской академией наук. И вот этот анализ показал, что все, что представила нам, по сути, дочерняя структура компании Винсти не выдерживает никакой критики. Нам нужен нормальный, объективный анализ. Поэтому мы призываем Европейский банк реконструкции развития провести независимый, прозрачный и честный анализ проекта. Потому что он, а, антиэкологичный, б, незаконный. Дело в том, что сегодняшний митинг ничему не поможет. Для того, чтобы чему-то что-то помогло, нужно провести десятки таких мероприятий. И то, что мы делаем на протяжении вот уже трех лет, мы на самом деле показываем, как надо бороться. Это одна из сотен мероприятий. У нас были рок-конжерты, у нас были митинг, дефициты, палатышные уделия, велопробеги. У нас просто периодически проходят круглые столы. Мы заставляем властям задумываться над тем, что наши гражданские права, права на нормальную экологическую среду, права на нормальный образ жизни надо соблюдать. Там что происходит? У нас отнимают наш образ жизни. У нас отнимают дион, у нас отнимают лес, нас закатывают просто в асфальт, и нам не дают нормально растить наши души. Почему? А вообще, которую автодорога? Вы понимаете, эту автодорогу, она идет, например, по Москве совершенно по прямой траектории, и только зайдя в Химки, она делает странный крюк в сторону леса. По дублом 45 градусов. И дальше идет такой повесьеватый очень траекторий, по Химкинскому лесу, разрывая воно на две части. Дело в том, что это связано с планами, которые выпустил наш губернатор Московской области. Это планы по застройке всей, и будет за защитным поездом Москвы. Под красивым предлогом строительства дороги. Это такой экспенсивный путь развития Макклубской области, ресурсный путь развития. То есть просто под благоприятным предлогом строительства дороги пытаются застроить лесозащитный поезд Москвы, и пытаются просто лесозащитный поезд Москвы превратить в супермаркеты, сделать деньги на нашей земле, на наших дюйтах, на нашем здоровье. Вот и все. Ну, как показывает многолетний опыт борьбы за Байкал, власть вынуждена услышать народ, когда народ выступает системно. И не просто один митинг какой-то происходит, а это идет системная работа. И мы считаем, что для того, чтобы власть вас услышала, мы должны обучать эту власть, приучать ее к той мысли, что они должны прислушиваться к собственному народу. Но, к сожалению, в Европе, да, это суть уже пройдет, а у нас пока нет. Вот почему мы так надеемся на Европейский банк реконструкции развития, что они не будут финансировать. То, что в Европе профинансировать было невозможно. Потому что на пути своего исследования трассы разрушают три природоохранных территорий. Дубовую рощу с вековыми дубами, где их в питочку, потом пойму реки Клязьма и клюквенные оболоны. Вот эти три уникальных природных объекта будут разрушены, если Европейский банк реконструкции развития даст на это деньги.